Вот, кстати, во времена товарища Сталина это бы назвали расточительством и преступным халатством, да? Преступная халатность, или как это называется? Я не понимаю, зачем мы застраиваемся заборами все выше, выше и выше, все больше, больше и больше. Безопасность. С одной стороны, вроде бы, ну, конечно, хочется жить в безопасности, это нормально. Но эта безопасность не для меня сейчас идет, а для машины. Дима, тыль быстрее, ты что, тыль, шпатель, это же бабки. Чугунную ванну кто-то вытащил на крышу, представляешь? Зачем? Сегодня я еду в ботанический район снимать клубный дом Родонитовый. Здесь очень странный район, на самом деле, он окружен со всех сторон дорогами, начал он застраиваться где-то на переломе развала Советского Союза, то есть конец 90-х, начало 2000-х. Раньше здесь был аэропорт для мелкомоторных самолетов. Район странный тем, что вроде бы здесь все есть, инфраструктура есть, торговые центры, школы, сады детские, даже поликлиники какие-то есть, развлечения есть, есть место прогулки. Но все равно этот район выглядит как-то вот немножко утопично на мой вкус. Я заехал вот отсюда, вот по этому проулку, вот у этого дома напротив нету двора вообще никакого. Зато он за забором, он за забором и с большой парковкой. Вот вы видите, одни машины, куда выходить ребенку погулять непонятно. Дальше идет забор, административное трехэтажное строение, за которым еще один забор и это клубный дом Родонитовое. В окружении панельных домов, заборов и бесконечных парковок. Офис продаж, если что, находится рядом. Вот его входная группа. Пойдем постучимся. Ну, в первую очередь я хочу поблагодарить представителей компании СКОН и конкретно отдел продаж за то, что они согласились принять нас, чтобы мы сняли это интервью и показали вам этот жилой комплекс. Алексей, ты живешь на Ботанике? Да. Сколько лет? Более 20 лет. А ты откуда-то приехал? Ну, я родился в Екатеринбурге, но приехал, да, с Торчермета. Приехал в Екатеринбург. А, ну, то есть ты, кереной житель Екатеринбурга, приехал в Торчермету на Ботанику. Почему? Родители купили квартиру. А, ну, ты просто как маленький. Да, я как маленький ребенок. Неразумный ребенок, вслед за ними, естественно, на Ботанику, 20 лет. Теперь ты на Ботанике купил себе новую квартиру? Да. Почему ты ее здесь купил? Тебе чем Ботаника нравится? Много плюсов есть. Это, во-первых, территориальное расположение, метро, дороги, транспорт, плюс выезд на объездную дорогу и до Еката тоже недалеко. Есть школы, вся инфраструктура, магазины, парки. Тоже здесь у нас два парка. Они небольшие, но они есть. Ну, и, в принципе, по совокупности, ну, и по стоимости тоже, если сравнивать с другими районами и сопоставлять. Или рассматривать Уралмаш, например, да, ну, или Ботанику. То есть, ну, я решил, что на Ботанику. Татьяна Анатольевна, вы житель Ботаники. Да. Сколько лет вы здесь живете? Больше 20. Из какого-то другого района переехали? Из юго-западного района мы переехали, да. А почему? Квартира была больше, получили такую возможность сюда переехать. Переехали. А, в те времена еще квартиры распределяли? У меня, да, я еще получила от школы, от района, да. И у нас тут есть, конечно, свои заводы, которые нам достаточно... Немножко дымят. Да, слегка, да, запахи отдают свои Ботаники. А, и даже запахи? Ну, жиркомбинат иногда, да. Вот это вот самое, что у меня здесь, конечно, вот меня печалит. Иногда жиркомбинат ведет себя, я бы сказала, непорядочно. Потому что идут какие-то ночами выбросы, бывает такое. То есть, прям сильные запахи? И доходит, что да, что они, конечно, слышны. Вот это, кстати, один из первых торговых центров, которые появились в Екатеринбурге. Называется Дирижабль. Он стоит на улице Шварца. И как раз со Шварца мы попадаем в Ботанический район. Уже такой немножечко подуставший, возустаревший, по сути, огроменный ангар, в котором размещен рынок под крышей. Вид не очень хороший из окон. Но мне не нравится. Не нравится из твоих окон? Да, мне не нравится. А, кстати говоря, тут вот вид из окон вот этой стороны, кстати, вот. Да, он выходит на парк, да. Да, там видно парк, лесопарк. Но это недолго, видимо, будет, потому что там построят развязочный узел, автовокзал и золотой центр. И сейчас его называют золотой кастрюлей. Ну, на самом деле, вообще, мне интересно, что построят. То есть, если смотреть на те проекты, которые выдавались, то там сначала он был просто золотой. Но это было страшно. А потом, когда показали, когда он будет какой-то белый, гигантских размеров, это оказалось еще страшнее. То есть, пускай уже лучше строят золотой. Сейчас уже, по-моему, какой-то следующий проект, который в виде какого-то непонятного аморфного круглого, что ли, объекта. И сверху с него стекает золото. Нет, этого я не видел. Но это тоже, в общем-то, мне кажется, не для нас. Ну, вообще, не знаю, кто это придумывает. Жители будут наслаждаться из окон кастрюли. Она, видимо, закроет вид на парк, на лес. Это, кстати, единственная сторона, откуда лесто видно. Да я думаю, что и леса там, как бы, немного вид. Лесто, он очень далеко. Далеко, да. Он очень далеко, поэтому, я думаю, эффекта этого не будет. То есть, все равно, человек, когда выходит, он утром смотреть, он смотрит в окошко вот перед домом, ну, может быть, метров там, я не знаю, на 500 вперед. Есть ли на Ботанике дома, у которых есть видовые квартиры, ну, чтобы вид красивый был? На Ботанике. Мне, вот, кажется, на улице Шварца там, ну, неплохой вид. Те, которые дома на улице Шварца смотрят, потому что, во-первых, на парк. На Дирижабль туда. Да, ну, на Дирижабль, на окей. Вот нашу часть. Да, 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 вот. И со стороны Фучика тоже сюда. Все дома, которые сюда наблюдают, да, то есть, и все. Нам обещали здесь действительно концертный зал вместо окей, там, летний, там, хотя бы, какую-то площадку еще. А сейчас там окей. А сейчас там окей. И про культуру никто не задумывается. Мы сейчас, да, вухаем миллиарды построения в филармонии одной. Вот это понятие человек и как его оккультурить, ну, в том месте, где он проживает, об этом не думается, к сожалению. Также я могу сказать, и, наверное, та же самая проблема и с церковным, да, какими-то вещами тоже ничего нет. Мы будем строить опять миллиарды, вкладывать куда-то, в какие-то церкви в центре города. И опять даже маленькую часовинку не можем поставить где-то на территории ботаники, например. А ведь действительно на ботанике нету ни одного религиозного сооружения. Абсолютно. Понимаете? То есть город бьется или не бьется за то, чтобы убедить место. Ведь люди, когда говорили, они не против храма были, а против того, чтобы мы тогда храм ближе к людям ставили. Понимаете? Рядом садик, я так понимаю, да? Рядом садик же есть? Да, конечно. То есть жители, получается, полностью обеспечены местами в детском садике. Ну, те, кто приобретут эти квартиры, а не своих детей куда-то, в какую школу они их отдавать будут? Здесь очень достойные школы, здесь очень достойное образование школьное, потому что здесь, по-моему, три гимназии. Две школы, есть лицей, есть гимназия и, по-моему, еще одна школа в общей сложности около пяти учебных заведений. В районе ботаники. Да. У нас есть команда суфлеров, которые помогают нам с ответами, но нормально. Что с поликлиниками? Новая поликлиника, она построена буквально недавно и сделан ремонт. Она находится тут тоже в радиусе 200 метров. Очень много частных центров, да, люди здесь очень много частных, но все для детей. Взрослому человеку здесь, кроме как сходить в спортзал. И выпить пиво. И выпить пиво, да. И даже с этим я не могу сказать, что здесь очень много чего-то очень хорошего, достойного, таких много. Даже, да, даже такие заведения могут быть интересными. Они интересны, они какого-то уровня могут быть. Их, конечно, уровня здесь, конечно, не хватает. Вон там метро. И это невероятно удобно. Я считаю, что только благодаря метро цены на недвижку здесь подросли. Во-первых, у ботаники огромный минус – это, конечно, заезд на ботанику. Я езжу и на транспорте, и на автобусе, и я езжу на такси. И я понимаю, что сюда въехать в часы пик и выехать отсюда в часы пик невероятно тяжело. Метро буквально в пяти минутах ходьбы, правильно? То есть мы из дома, получается, который построится, вот клубный дом Родонитовый, мы вышли пять минут и метро. Да, совершенно верно. Есть еще троллейбус, есть автобус, маршрутки и даже трамвай есть. До трамвая чуть подальше. То есть получается вся доступность всего транспорта в городе, который только есть, кроме самолета. Хотя до самолета по окружной тоже ехать, ну сколько там, минут 15, наверное, да? Ну да. Центром прекрасно соединена ботаника, никаких проблем. На метро, на автобусах, на трамваях великолепно. Вот выездов нет проблем никаких. А вот до юго-запада добираться, если раньше хотя бы останавливались наши варцы, им запретили, мы теперь с южной должны идти. Хорошо, что я с южной иду с этой стороны ботаники, а кому-то в ту сторону ботаники. Это как минимум пересадка. Давайте про сам район, да? Ну вот очень такой район специфический. Вот вы как считаете, вот спальный район, правильно? Риэлторы пишут следующее, что в этом районе квартиры покупают, либо сами жители этого района улучшают жилищные условия, расширяются, либо как-то размениваются, либо еще что-то, какие-то семейные обстоятельства заставляют их приобрести новое жилье. И они с удовольствием и с радостью покупают именно в этом районе и в новострое. Это так или вы просто не в курсе? Нет, конечно, это так. Здесь же дома были построены все примерно 20-30 лет назад. Ну да, это советская застройка, панельные дома. Если кому-то нравится этот район, то почему бы не купить в новом доме? А ты купил в новом доме? Нет, я купил во вторичке. Во вторичке, а почему? Тоже из-за цены, но новостроек тут нет удобных таких. То есть я смотрел планировки, но мне не нравятся. То есть они либо дальше находятся, либо по качеству как-то не понравилось. То есть я вообще решил, что нет смысла переплачивать за новое, потому что оно там не хуже, чем вторичка. То есть ты считаешь, что планировка во вторичке не хуже, а то и лучше, чем в новом доме? На самом деле планировка была там не первостепенная. Больше по цене ориентировался. По цене? Да, а планировка... Ну то есть я понимал, что здесь квартира, в первую очередь, она однокомнатная, она ликвидна на Ботанике. Значит, и ее будет просто продать, да, и там смысл вкладывать в новый дом, да, там новую стройку, но я не видел. Еще Ботанический район специфичен тем, что в нем покупают квартиры приезжие люди из других городов. Это говорят риэлторы. Ну это не я придумал, это пишут и говорят риэлторы, что в основном, есть исключения, безусловно, но в основном две категории людей, которые приобретают. Это сами жители и приезжие. А видимо в связи с этим миграционная служба прямо под окнами? Или нет? Или что это такое? Почему здесь вдруг появилась миграционная служба? То есть я как покупатель квартиры, не буду ли каждое утро встречать очередь из парней из азиатских стран, да, вот этих вот ребят? Нет, конечно, не будете, здесь же не только нелегальных мигрантов отлавливают, здесь же люди... А то есть нелегальных тоже отлавливают здесь, отдел есть. За гран-паспорт люди получать приходят, основная масса это за гран-паспорт получить. А город здесь получает за гран-паспорта? Да, да. Окей, то есть а это не создаёт какого-то дискомфорта по поводу того, что там много машин появилось, им надо припарковаться, там очереди и так далее, вышли покурить и всё это под окнами. То есть как вы меня скройте-то от них? Мы в Советском Союзе находимся, сейчас век цифровых технологий. Сейчас записались и на приём подошли к назначенному времени, всё получили доказательство. Ажиотажа, то есть с машинами нету, то есть всё нормально здесь, да? Нет. Ещё я читал, знаете, такую информацию по поводу детского садика. Вот эта миграционная служба, она сидит якобы в детском садике. И вы якобы построили дом на территории этого детского садика. Прокомментируйте эту ситуацию, пожалуйста. Это просто резонанс общественности вызывают некоторые люди. На самом деле оно никогда не было зданием детского садика. Оно изначально планировалось, когда в 90-х годах строилось, но в эксплуатацию оно так и не велось, как детский сад. Его передали в бюджет, Министерство внутренних дел здесь открыло здание милиции. Всё, оно функционирует с тех пор. То есть сейчас это муниципальное здание? Да. По сути в нём находится милиция, находится миграционная служба, паспортная служба. И вот все эти ребята сидят в здании, которое планировалось под детский садик, но никогда фактически не являлось детским садиком. А почему вы именно эту площадку выбрали для строительства? Спрос какой-нибудь. Вам не отвечу на этот вопрос. Я понял, ладно, не отвечайте, хорошо. Перед домом родителей должен был быть детский садик. То есть там он похож на здание, которое мы наблюдаем. Это должен быть детский сад. Вместо вот такого здания трёхэтажного, воткнули три 16-ти этажки. Почему вдруг появились студии в клубном доме? Ооо, можно вопрос? Провокационный. Почему вы швы заполняете пеной? Это не провокационный. Детская комната для проведения праздников. Это что значит? 20 квадратных метров и стол посередине или что это такое? У них будет сделан ремонт, у них будут какие-то игровые комплексы, игрушки, наполнение какое-то, куда можно приводить детей играть, например. Я живу на первом этаже. Вы представляете, как мне всё это приходится переживать? Субтитры сделал DimaTorzok